Идите сюда, идите, идите сюда, идите, идите, садитесь, вот сюда, вот сюда, вот садитесь. Чего вы там сели, непонятно? Что такое? Что вы перемалываете, ты мои слова страшные? Как долго. Помолимся? Благодаря сокровища благих и жизни подателю, гряди и вселисяны, и очистины от всяких скверных, и спаси, блажь, души наши. Благодаря сокровища благих и жизни подателю, гряди и вселися, благослови наше собрание со Словом Твоим Святым. Даруй, Господи, нам, как бы сидеть у ног Твоих, как некогда сидела Мария и слушала слова Твои святые, и это послужило Ему спасение. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Тебе, Отец, Сын и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 2 глава, 21 по 22. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани. А где не столько? Иначе вновь пришито, дерет от старого, и дара будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новое. Толкование. Как небелина, то есть новая заплата, по своей твердости, только раздерет ветхую одежду, если будет причина к ней. Так и новое вино, по своей крепости, разорвет старые мехи. Так и ученики мои еще не окрепли, и потому, если обременим их, мы через это сделаем им вред. Так как они по немощи своего ума похожи еще на ветхую одежду. И так не следует возлагать на них тяжелые заповеди поста. А, или можешь и так понимать Христова, ученики, будучи уже новыми людьми, не могут служить старым обычаям и законам. Ну, тем, кто забыл, на прошлом занятии мы говорили о том, что Христу задали вопрос, почему ученики Иоанновы постятся, а твои не постятся. И Христос вот таким вот ответом дает ему разуметь, ну, пока придет время, будут поститься, а пока с ними жених. Ну, надо бы нарадоваться. Да и какая надобность поститься, когда рядом жених. На свадьбе же никто не постится. У всех радости сели, у всех молодых поздравляют, благословляют. Христос жених, церковь, невеста. Знаешь, вопрос можно, священники, как говорят там, ну, говоришь там, вот кто-то не постится, они говорят, да ладно, ладно, лишь бы ходил только, пускай не постится. Ну, ничего же страшного, если человек, допустим, только пришел и не постится. Вопрос вот такой. Ну, Господь вот тут все это рассказал, почему, ну, пример должен быть какой-то. Вот пришел человек в храм, пришел человек там, ходит, молится, молится и не постится. Ну, говорят, ну, ничего, он же сейчас и помаленьку, потихоньку, по чуть-чуть там, помаленьку. И вот он и станет верующим. Ну, может, он же должен работать над собой, так он и не знает. Ну, надо с ним общаться надо. Но это правильно, что он не постится или неправильно? Ну, нет. А кто ему должен об этом говорить, что постится-то? Брать. У нас как обычно, приходит, вот церковь пришел, стоит, посмотрел туда-сюда, видит, бабушки ходят, целуют иконы, и лбом вот так, он пошел бодать так же все. Везде вот повторяет это и повторяет. А про посты кто ему должен говорить? Пастыровец православный, поп-образовательный. Жаль, что это ты говоришь, больше никто. Ну, не свечнистся же. Они все боятся, что какая-то свечница зашипит там на него, что он не такой рукой свечку поставил, не тем рогом, икону боднул, и человек больше ходить-то не станет. У них вот вера вот такая, бодливая, свечечная такая. Блудливая. Вот, и поэтому, а попу-то что надо? Ему надо, чтобы человек ходил, опаститься, он блудит, пьет, курит, наркотик, там по барабану. Главное, чтобы ходил, чтобы свечка покупал, и иногда. Ну, я думаю, не стоит обобщать всех попов, так ли? А я всех и не обобщаю. Ей же истинный. А молодец, что обобщил. Я за. Я еще только начал ходить когда, ну, может, год прошел. И на Великий пост, на первый, шел, там, жил я рядом с братьями, домик был там рядом с Покровским. А Покровский тогда единственный храм практически был, больше людей не было. Это был 95-й год, 96-й начало. И я вышел на остановку, и стоит куча бабушек. А первый пошел, был понедельник Великого поста. Самый такой молитвенный. Часто так, если я туда. Ну, я проходил мимо, слышу бабушки говорят о посте. И я такой, раз потихонечку, а много бабушек стоит, много, прям, ну, 20-30. И о посте, трамвайчик ждусь. Я подошел, и одна там рассказывает, рассказывает и говорит. Ой, там что-то, я не понял. Думаю, что, а, другая. А я вот тоже сейчас, я вот тоже сейчас поеду, и у меня там сноха уже сделала фарш. Значит, сейчас буду постные пельмешки делать. А я как раз все это только прохожу, как раз. Великий пост первый. У меня вот такие глаза, как это все, все это. И начинает она. А у тебя это, из чего это? Так, постный, кто у тебя барашек? Так, нет, нет. Такой постненький поросеночек у нас там был. Свининочка такая, постненькая, постненькая. И вот мы, значит, сделаем это. И я сейчас буду лепить пельмешки. Ну, я тут грудью, раз такой. И говорю, так это, постный, это другое. Начинаю рассказывать о растительном, все это туда, что животное-то ничего не подходит. А они мне, бабушки, обступили. Как? Так, такая-то постной баранинки нету, что ли? Да это называется постное, то, что жира мало. Ай-яй-яй, бабушки такие прям. И вижу, подходит одна монахиня. Клобук у нее вот так вот. Я тогда еще не знал, что монахиня, это знак того, что сейчас тебя будут обличать. Она подошла, короче, в эту толпу и такая слушает. Стоит. Ну, видели их? Вот я тут показываю, по-другому никак. Колпак этот у нее вот так, у них. Посмотрела, посмотрела и такая. Ты это, лапкинец, что ли? А я, наверное, впервые это вообще слышал. Лапкинец какой, представьте. Я такой, нет, я православный какой. Так он это. Я видел, он там стоял в притворе с этим, с лапкиным. Ну, еще они не лапкин, а лапкин там как-то всегда так его, ну, специально, да. Лапкин, Лубкин, всякое разное. Они. Это же еретик. И все, скажем, меня рассыпную. Я такой, бабушки, бабушки, я же вместе с вами там стоял, сейчас молился, молился. Нет, 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 все. И бабушки, ну, они так не перекрестятся, но открестились. Слава тебе, Господи, а мы уж подумали, правда, нету постной баранинки. Да? Я в Александр Мевскую хожу иногда. Когда пост начинается или что, священник всегда рассказывает. Сейчас. Какая постная пища, все рассказывает, все. Чего уж вы все действительно обобщаете. Да, ну, не Бог, насколько. Ну, простите меня, Христа ради, я, конечно, прямо сейчас и покраснел. Сказочники. Вы слушайте побольше, смотрите, Союз и Спас. Сейчас, там все это говорится, все разрешено, все пост разрешено. Если вы бабушка и больная, и вам 90 лет, даже 80, все разрешают попы. Прям говорит, прям по тебе экрану. Мне даже кажется, что вам это нравится. Прям говорит по экрану, я, да, мне это нравится. Я, говорит, прям, разрешаю вам не поститься. Молоко там, все, что надо, все ешьте. Лишь бы только не угрызали брата своего. А эти сказки ваши, вот, о сегодняшней московской патриоте... Это небольшое значение, когда брат брата угрызает. И в пост, и вне поста. Это другой вопрос. Ну, я тоже так думаю. Если пост пошел, то давайте поститься уже. И того не оставлять. Вот это, аминь, я согласен. А то, что там батюшка рассказывает, он рассказывает, а потом не спрашивает ничего. А еще и подтвердит, у меня мама так и ушла из жизни сей. Не постившись. Да, не постившись, вот с этим всем багажом грехов с этим. Я приехал, мамочка, ну, все-таки, может, как-то... Сынок, ну, вот видишь, я это... Я говорю, мам, ну, я тебя не могу душу твою насиловать. Я просто сказал, что сейчас пост идет в Успенске. Ну, не повезло тебе. Она так и... Так я уехал в Успенский пост. Но я попробовал один день, готовил там, ну, рыбку там приготовил. Даже рыбку я даже не посчитал. Рыбка там, ладно. Сестра прискакала сразу. Что ты тут? Мать, хочешь углубь, морить голодом? Там еще мусульманин ее муж тоже туда же. Я говорю, ну, понятно. Евангелие от Марка, 2 глава, 23-28 стихи. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями. И ученики его дорогу начали срывать колоссием. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего они должны делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при просвященнике Иоафире и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, посему сын человеческий есть господин и субботы. Толкование. Ученики Господа срывают колоссием, как приученные жить уже не по закону. Когда фарисеи стали негодовать на это, то Христос заграждает им уста, указывая на Давида, который по нужде нарушил закон при архиерее Авиафаре. Бегая от Саула, пророк Давид пришел к всему архиерею, обманул его, сказав, что он послан царем по крайней военной необходимости. Тут он и ел хлебы предложения и взял обратно меч Голиафа, некогда посвященный им Богу. Означенных хлебов было 12, они каждый день возлежали на трапеде. 6 на правой, 6 на левой стороне трапеды. Некоторые спрашивают, почему евангелист назвал здесь архиерея Авиафаром, тогда как книга царств и именует его Авимелехом. 1 царство, глава 21. Можно сказать на это, что архиерей тот имел два имени, Авимелеха и Авиафара. Можно объяснить иначе, именно книга царств говорит о тогдашнем Айереи, Авимелехе, а евангелист об Авиафаре, тогдашнем Архиереи, и потому показания их не противоречат одно другому. В высшем смысле, разумею, это так. Христовы ученики ведут в субботу, то есть в душевном покое. Суббота значит покой. Следовательно, когда возымели свободу от страстей и от нападения бесов, тогда совершают путь, то есть делаются и для других путеводителями к добродетели, срывая и искореняя всякие земные и низкие мечтательные произрастения. Низменные тоже нормально. Ибо кто предварительно не освободится от страстей и не настроит себя к тихому образу жизни, тот не может путеводить и других, и быть для них вождем ко благу. Вот если вернуться от пости, если человек сам не постится и не испытал вот этой вот радости поста, он и других не может меня научить. Такое впечатление, что мы как-то с тобой идем в пост, и батюшка идет, у него полная сумка с обращенного молока. А ты еще, да это он коту, говорит, купил, не думай о нем плохо, не надо обобщать. Может и так. Но я, когда приходил к вере, у меня было онкологическое заболевание раз, я был оглашенный два. То есть у меня такое послабление, но я понимал, у меня совесть подсказала, ну как-то все постятся, а это тоже же надо, если я хочу быть православным. То есть я должен быть как все, но у меня льгот, а я же болящий, да еще я такой только маловерующий прихожу. Ну и брат мне говорит, ты болящий, тебе нужно в первую очередь поститься, а потому что остальным там, как бы, тебе нужно исцеление. И апостол, он исцеляет не только душу, но и тело. И я ему поверил. А врачам не поверил, они мне строго-настрого запрещали поститься, дабы не умереть. То есть врачи заботятся о моей здоровье, и он заботится, а он заботится о моей душе. Вот, я ему поверил, и тело исцелилось. И врачи на меня смотрят, какими глазами, а ты что, говорит, как так, что принимал? Я говорю, постился. Несмотря на ваше увещание, пивко за сметанкой. Вот они мне выписали. Ничего себе. Пост строгий, так и все, я был. Еще заботясь о душах всех и своей собственной, хочу сказать, что то, что ты оглашенный был, это никакое тебе не два. Потому что он у нас в уставе написано. Поститься, пост, обязателен для всех, и оглашенный в том числе. Это у нас написано, а там где что написано? О, так там ты вообще можешь не поститься. Вообще можешь не поститься. Тебе никто ничего не... И тебе, главное, никакую пить ему не дадут, никто тебе ничего не скажет. Ты только подойди и скажи, я больной. Готов. Больной, что хочешь, делай. Что хочешь. А вот именно пост, это есть бумажка, может ли человек ради Господа что-то от себя оторвать любимое. Ну все же любят вкусно поесть, я люблю вкусно поесть. Да ты что, даже ты любишь? А все молчат такие в осуждении. Ты такой Жора. Но, и вот здесь вот... Так все-таки, я так, на вопрос-то мне и не ответили. Надо поститься-то или не надо поститься? Мне вместо писания хотелось бы, но все молчат. Я так понимаю, что вопросов-то ни у кого нет. Вот у меня возник вопрос, ответьте мне. К примеру. Потому что мы все знаем, что надо постигся. Нет, нет, а место писания какое? Ты говоришь отличные слова, прям словами Господа говоришь. Ну, как минимум два места в писании есть. Когда притча о фарисеи и мытаре. Когда фарисей стоял и перед Богом изливал свои достижения. Одно из достижений было пощусь два раза в неделю. То есть пост был установлен еще в Ветхом Завете. Второе место писания, это когда изгоняли бесов. И не могли ученики изгнать и обратились непосредственно ко Христу. И он сказал, род сей изгоняется постом и молитвой. А бесы, как мы знаем из учения святых отцов, что каждый человек, который согрешает, в момент греха он одержим бесом. Вот бес сей, род сей изгоняется постом и молитвой. И теперь решайте, надо поститься или нет. Вот я сейчас удовлетворен. Ты удовлетворен ответом? Церковь установила, кроме двух раз в неделю, еще и четыре поста. И не напрасно все это. А теперь дальше, зачем мы это говорим? Чему мы это говорим? Мы сейчас говорим, вот как батюшка сейчас вышел и сказал, что вы опять о московской патриархии? Мы вообще не говорим о ней сейчас. Мы говорим вот просто о посте и молитве. Но мы-то не в московской патриархии, мы постимся и молимся. Кто не постится? Да что? Ну вот так. А сейчас, если бы вы это сказали где-то у верующих, вот у тех, вас бы вообще не поняли, выгнали бы просто и все. Даже при батюшке, батюшка бы вас первый выгнал. Это табу, запрещено говорить об этом. Это интимно. Каждый там сам решит. Никто не обсуждает этого, ничего. То есть бесы все живут спокойно. Туда приходишь, они там сидят, и бесы рядышком позелывают. А все равно ничего не будет. И попробуй скажи, а вы поститесь. Сразу все и бесы. Ты что, ну-ка дай-ка ему, как следует. Что это он такое говорит? И все прям кидываются на тебя. А батюшки что-то там говорят, что-то там произносят. Потому что надо произнести. А они говорят, но не делают. И Христос, по делам же их не поступает. Типа они говорят. Лицемеры написано. Да, они говорят, надо поститься. Кто не может, ну не можете не поститься. Ну это такое, ну как. Ну да, конечно, надо. Нам с вами просто исключительно повезло и исключительно не повезло. Ну знаете, что сначала сказать? Плохую новость или хорошую? Ну все сначала плохую. Вот плохая новость, что вокруг у нас священство все поражено страшно лицемерием. А хорошая новость, что у нас есть наш батюшка, который не лицемерит. Вот так. Вот ты думай после этого, где потом батюшку брать. У нас сколько тут было? 8 священников рядом с нами прожило. И ни один не выдержал. И этот вопрос я в 99-м году принимал здесь. Когда этот, помните, приезжал отец-то с Тюмени. В очочках-то худенький такой. Михаил. Нет, не Михаил. Отец Михаил это брат, это епископ. А тот другой приезжал. Я вообще забыл, как его звать-то. И он тут, когда у нас был, и там мамочки, мама. А я вот в пост молочко, мне тяжело без молочка. И он такой, ничего-ничего. Ничего-ничего. Но он не понял, где он находится. Я это как услышал. Давай там с ним. Потом побежал как Гнать Тихонович. Гнать Тихонович что-то его выстроил. И вывел его. Не вывел, а он тут сидел вместе с нами. Когда батюшка был там на 7 января. А он здесь у нас службу вел. В 99-м году. Все, неужто никто не помнит даже. Ну, молодежь-то она хуже помнит. Их не было тогда еще. И мы тут такое занятие провели. Он после этого приехал и отказался от священства. Когда ему тут все объяснили. Он, так а я так не смогу. Это что, с людьми беседовать надо? Оглашенные. Да вы что? О десятини тут его спрашивали. А он просто мимо ездил. Туда-сюда в храм зайдет. Мимо проезжает. Я, говорит, ягодки, грибочки наберу. Проеду мимо. Заеду. Ягоды, грибочки дам там священникам. Десятина это у него называлась. И вот так вот ездил-ездил. Он стоял-стоял. Его епископ Евтихий взял и говорит. Будешь священником? Монахом будешь? Он такой. Да не знаю. Сорок лет ему там сорок пять было. Ну пошли будешь. Священником будешь? Да не знаю. Руку положил. А здесь двумя руками вот так аж подпрыгиваешь. Сиди. Ну как бы утрировано. Но все равно. Что непонятного тут у нас любого брата бери. Священное Писание знают. Вот. Чего вот не священник? Сидит. Оденьте кламуды и все. Дайте кадила в руку. Он так гаданет. У него рука знаете какая? С собаками он сколько бегает. Нет. Ну ладно. Нельзя так нельзя. Мне? Да мне пожалуйста. Но я весь болезненный. Но я и болезненный могу лежать вам и проповедовать. Вот так вот. Одной рукой. Но вы же не будете слушать меня. Вы же будете убегать от меня все. Начнете. Да нет. Это не так. Я там слышал. Я там видел. Там Осипов сказал. Там Груносипов. И так далее. Сказки будете опять мне рассказывать. Вот читайте. Вот у вас Осипов ваш. Вот он. Ни одного. Когда кто последний читал книгу какую? Том. Дома. Кто последний том какой читал Игнатий Тихоновича? Сказки мне рассказываете. Я постоянно читаю эти тома. Перечитываю. Я их все прочел. И еще постоянно перечитываю. Особенно любимый у меня. Седьмой, восьмой. Никто не скажет о чем это даже. Где о Сергеянстве написано? Где написано о том, как организовалась наша община? На какой основе? Где о мучениках написано, которые нас довели до того, что наша община существует? Вы ничего не знаете. Восемнадцатый том читайте с самого начала. Там все ответы Игнатий Тихонович дает. Прочитайте. У вас волосы на голове будут шевелиться. Как люди бились с этим гадом Сергеем. Защищаете эту московскую патрахию. Вы еще не знаете, кого защищаете вы. Как бы не беса защищали самого. Там все это написано. А святые мученики уже умерли с этими словами на устах. Что это бесовщина. Что это церковь сергянская. Вот это вот московская патрахия. Что это бесовская сатанинская церковь. Организация. Там написано. И их убили. И этих епископов десятками убивали. Двести человек убили. Рассказываете. И пока покаяния еще ни на грош не было. У этой московской патрахии. Ни на йоту. Но поулыбался митрополит приехал. У меня даже такое впечатление. Как он специально новых и новых к обнатникнущим подвозит. А для чего? Броня крепка будет тогда. Потом. Любой будет говорить им. А с них как от камня горох. А ни один не приполз же на коленях. Сказал. Обнатник, что вы правы там. Или еще. Написано в Слове Божьем. И только некоторые священников покаялись. Покаяние священника принести. Это. Я думаю. Как будто новая звезда родилась. Вот как это будет. Вот. Посмотрите. Картины страшного суда. В этом. В храме Петра и Павла. В Ватикане. Люди писали в те времена, когда еще совесть была. Первые кто идут? Митрополиты, патриархи, папы идут первые. Пап первых тащат. И то же самое у нас пишут. То же самое. Опять. Кто первый? Патриархи, митрополиты, епископы первые идут. Ват. За шею. Вот так их бесы тянут. А дальше там уже пошли люди. В одеяниях, митрополичах, совсем туда идут. Это же не просто так все. Продолжим. Евангелие от Марка, 3 глава, с 1 по 5 стихи. Пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, за Христом. Не исцелит ли в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стань на средину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Толкование. По случаю обвинения иудеями учеников за то, что они в субботу срывали колосья, Господь и примером Давида уже заградил уста обвинителям. А чтоб и теперь еще более вразумить их, он чудодействует. Через это он выражает следующее. Вот как не повинны в грехе ученики мои, я и сам делаю в день субботний, являясь ей чудо. Ежели чудодействовать есть грех, то вообще и делать необходимое в субботу есть грех. Но совершить чудо для спасения человека есть дело Божие. Следовательно, не нарушает законы и тот, кто делает в субботу что-либо не худое. В переносном смысле суха бывает права рука у всякого, кто не творит дел правой стороны. И такому человеку говорит Христос, встань. То есть отстань от греха и стань посреди, то есть на средину добродетелей. Так как всякая добродетель есть средина, не склоняющаяся ни к недостатку, ни к излишеству. Я смотрю, это спас, союз, вот эти программы. Я смотрю, выводы делаю. Я смотрю, делаю выводы. Там есть кое-что посмотреть, но мне вообще общее непонятно, чему могут люди там научиться, допустим. О спасении могут они там узнать или нет. И сделал вывод. Там самого главного не хватает стержня. Это покаяние самих священников. Они безгрешные. Вообще ничего о священниках не говорится. Ничего. И поэтому они там говорят, говорят, а им потом не о чем говорить. Понимаешь? Все время людей, ну как бы нагнетать. Первое. Иван говорит Матфея, 7 глава, 1 стих. Не судите, не судимы будете. Это священники. Это Христос, это священство. Христос обращается ко всем людям. То есть не судимы, не будете судимы. У них другого толкования нету вообще никакого. А то, что Христос в этот момент обращается не к народу, а к тем, кто гонит его, они даже об этом не дочитали. Они это перечитали. Это в 5 главе начинается все говориться об этом. И поэтому они это начинают дальше разбавлять. И чем они разбавляют? Патриотическое движение, в котором участвуют священники. Ну, лагеря для детей, где они там стреляют, прыгают, бегают. Чисто военная подготовка, больше ничего. Потом разные там патриотические песнопения, концерты дают ветераны, люди и так далее. Священники обязательно присутствуют. Потом следующее. Обязательно там епископ приехал в свою епархию. Вот начинает показывать, как он едет, колокола туда-сюда. Потом всякие литургии, ночные бдения, акафистные чтения и так далее и тому подобное. То есть все это разбавляется вот этим. И, конечно же, привоз мощей. Это ухо не любят. Здесь и интервью какие-то дают. И там все. Столько много находят воды налить. И ничего в Слове Божьем-то нету. Да? Суперчим на неделе, да? Да, прошлого хрестения. Ну, благовествовали, да? Да, да. Молодцы. Погоди камеровать. Аллилуйя. Ваня, не спи, замерзнешь. Не знаю, лет за пятьдесят, наверное. Он говорит, а вы вообще откуда? Ну, начал спрашивать. И я как бы... Растерялась. Да, не знаю, что... Откуда ты говоришь? Я православный. Все. Запомните, я православный христианка. И все. Я говорю, ну, у нас община. Мы там... А вы, говорит, живете там вместе? Да, это не надо. Об этом даже не разговаривайте. Я просто рассказываю. Интересно. А вот и дни растут. Вот такие два. Я рассказываю, как было. Ага. Ну, ну, я понял. Я говорю, мы встречаемся, общаемся, занимаемся. У нас есть занятия. По скайпу занятия. А вы вот собираете вот эти поездки-то по святым местам? Да, да, да. У них прям загорелись база. Поездки собираете. То есть самое главное, это поездки. Парославный туризм. Все это взяли. Да. Я говорю, мы нет. А как? Я говорю, а зачем? Зачем вы вообще живете? Я не уверен, куда мне зачем ехать? Он такой, ну, да, да, да. Я говорю, мы этим не занимаемся. Он не понял тебя, все, дальше он тебя не понял. Вместе не живете, с вами века нет. Уже плохо. Ну, хоть вместе ездите, может, и не ездите вместе. Я не знаю, правда или нет, но Магнатихич говорит, что они в этих поездках там, православных, вместе живут, то есть там находят специально эти поездки, чтобы познакомиться. Ну, понятно, знакомство людей, которые не любят рестораны, а как бы любят потише жизнь. Да, да, да. Я там себе такого богатого нашла женишка, доверующего. А, ну, ну, да, да, согласен. Давайте. Первый раз об этом понял. А вот эти поездки по святым местам, это не дешевое удовольствие, я вам скажу. Больше всего религиозные деятели знают, где не дешевое удовольствие. Мы же поедем, мы же ездили в Карабейнику, а ты же тоже ездил. Нет, я не был. Там-то оттуда. И я такой захожу, говорю, хорошо, вот вы идете, допустим, в крестовый поход. Ой, в крестовый поход. Крестовый поход. Вот, как крестовый поход. Слушай, ну, молодец, хорошо. В крестовый поход. Мы никуда не ходим, ну, тогда мы не хотим никуда. Ну, вот пришли, вышли 200 вас, человек из храма, допустим. А пришли, в конечную точку, сколько вас? Они даже вопрос не занимают. А зачем? А зачем? Нам 200 деньги сдали, нам как бы и все. Им не надо. А смысл вот этого всего хождения? Это вот называется вот белый магизм. То есть, вот по святым местам пошли похлониться. А, ну, если Христос на первом месте, тогда это все, ну, на своем. А когда, для чего они все это делают? Ну, для здоровья, так что-то. Для общения. Нет, для получения какой-то благодати такой. Ой, я там была, такая благодать, такая благодать. А как, можешь, что объяснить? Что ты испытал? Брат, как-то вот так вот раз. Это вера из дел, допустим, спросят. А какие у вас дела? Ты говоришь, ну, мы благовестовали, ходили, в Англию сдавали. У-у-у, да круто, а чего? Вот мы ходили в Коробейниково. Братниково, 150 километров ползком, строили там лодки, переплавлялись. И да, там, там, начал перечислять. Ну, рука. Полиция охраняет, скорая охраняет. Ну-ка. А бог и где? Скорая едет за ними, и полиция перед ним. В том, что они считают, что именно спасают иконы, святые. Тогда как, я считаю, что нужно молиться о заступничестве, чтобы они просили у Бога. Кто, иконы просили? Не, не иконы, а святые. Так они прям к иконам обращаются. Да, святые просто могут заступничать перед Богом, но сами исцелять нас они не могут, и не приводить к вере. Я правильно расслабляю? Нет? Правильно, молодец. Я когда... Только ты не говори, что я... Великолепно. Я когда молился о иконе Целителя Пантелеймона, у меня было такое... Согласно Писанию, говори. Но я перед этим прочитал его же книги, и я поверил, что есть такой святой на небе, который может помолиться Богу, и Бог его слышит, чтобы исцелялись. Я вот и Наталье советовал, говорю, ну я молился, мне помогло. Да мы молимся, вроде, что-то мы без тебя не знаем, что ли, кому молиться-то. А ты кому молился? Целителю Пантелеймона. Я поверил, что ему был дан дар исцелять болезни, которые не могут исцелить простые врачи, даже квалифицированные, за то, что он отца язычника обратил в христианство. Сын отца. Я считал, что отец сказал, какому Богу поклоняйся, так мы и все. Я сказал, Бог солнца, мы русские, там тоже часто встречаются у нас. Ну что вы этому еврейскому Богу? Мы русские, мы народ, у нас Бог солнца, ясно солнышко. Владимир, князь. Ярил. Ярил или что там? Что вы вернули? Ярил, это солнце, церковь. И вот за этот дар, когда он этого язычника убедил отца. У нас как, часто родители же учат там? Да не часто, а постоянно родители учат детей. Это правильно ты говоришь, совершенно верно. А тут вот такое произошло вот событие. Событие, да. Это только Христос силы дал этому человеку так уверовать, что и он своей верой, можно сказать, поделился с отцом, и отец понял, что он верует, поверил ему и уверовал во Христа. Так вот, я все это, сегодня решил день начать. Думаю, сейчас начну. Включаю утром спас. И там сидит, сидит женщина, девушка, и говорит мне, вещает. Сегодня в Великий Новгород прибыла Курска коренная икона Божьей Матери. Ее встречали. Господи, помимо этого, вот это встреча, вот это встреча. Прибыла икона. Это на полном серьезе. Понимаешь? То есть... Перегиб здесь, конечно. Это перегиб в сторону язычества стопроцентного. И оттуда выхода, скорее всего, нет уже. Потому что если ты скажешь, как эта икона прибыла, ее привезли икону, показать ее, что она чудотворная, ну, может, правда, в этом что-то есть посмотреть. Да вы мне просто скажите, что у нас 200, допустим, чудотворных икон в разных городах. Я даже перечисление городов прослушаю. Но мне не надо никуда туда ездить. Я верующий. Я верующий на таком расстоянии, что вам даже не снилось. Ну, на каком расстоянии? Спроси, на каком расстоянии? Скажи только слово, не надо никуда идти. Помнишь, это тоже было... Вселенную... Вселенную размеры имеет Вселенная? Я нашел такую веру. Нет, не имеет размеров. Господь сотворил Вселенную для чего сотворил? Когда Он ее сотворил Вселенную? Перед тем, как человека сотворил? Или после того? Перед, конечно. Перед сотворил Вселенную. То есть мы вообще не знаем, сколько Вселенных-то есть. Еще, может быть, какие-то есть люди. Мы вообще ничего об этом не знаем. Мы знаем только о себе. И я вот так верю. Вот на такое расстояние я верю. В пространстве. Во временном количестве. И вот в таком огромном. И апостол Павел говорит, расширьте сердца ваши. У меня расширено сердце. Я всех вас люблю. Вы расширьте ваши сердца. Полюбите людей-то. У меня вот такая вера. Вот какая у меня вера. Вот я во все верю. Мне что это икона где-то на земле с тысячи километров? Ну есть она? Аллилуйя. Хорошо, что есть. Исцелила кого-то? Аллилуйя. Покажите мне только этого человека. Где он? Да что-то никак найти не можем. А, есть там один. И что у тебя? Ну у меня как бы болела голова. И я как бы прочитал в газете, что вот везут голову Луки. Я все читаю, что я читал. И я как бы подумал, думаю, хорошо бы отстоять вот в очереди. Там эта очередь длинная. Думаю, я не достаю. И я не пошел. Но, вот ее увезли и сказали, что там чудеса какие-то должны быть. А у меня голова-то после этого прошла. Не понимаю, от чего прошла-то. Как? Ну, от того, что он подумал, что хорошо поставить очередь. Да. И прикоснуться к голове Луки. Все. Так это супер вера у него, вы понимаете? Он натурально. Возможно вера, конечно. Но она на расстоянии. Не надо было никуда ничего никого везти. Не надо никого соблазнять этими очередями. А если собрали очередь людей, так введите занятия. Все, они перед вами уже. У сектантов и еретиков тоже чудеса-то случаются. Они же тоже, и шаманы-то, они же тоже избавляют. У них, знаешь, как чудеса интересны. Посмотри у пьясятников. Они, там десятки тысяч людей. И он к нему подходит, он ему в лоб. Сатана, говорю тебе, языки. Бум, как даст, там еще. Вот так вот в микрофон. Он как рухнет, вот так навзничь. Да здоровенные такие дядьки падают с тетками. И потом, его раз это, это, как ты? Встает такой, аллилуйя, все прошло, все исцелилось. Думаю, нет, вот ты это понимаешь исцеление. Но у нас-то все тихим сапом. Где там что, непонятно. А здесь принародно, ну рухнул. Он башку должен отбить. Нет, встал. Его там еще сейчас поддерживать начали. Сзади еще стоит толпа и поддерживает. Там бывает такой дитина-негра громадный. Он подойдет и думает. И все надо. Это другое совсем. Это другое. Мы говорим про верующих людей, которые говорят о Христе. Это пятидесятники. Верующие, и они же им верили. И люди, нет, понимаешь, опять смысл, ты не поняла. Ни в какой очереди никто не стоит. Кому надо исцелиться, кто бесноватый, у кого там поражение, выходи. Они прямо выходят при всех. Этот человек, который занимается исцелительством, он стоит при всех. То есть, если он не исцелил, и позор, значит, ложится на него. И все скажут, аааа, не смог. И поэтому он обязательно. А один такой раз и стоит еще. Он такой шатается. Он такой. Сатана еще раз говорю тебе, выйди. Пошатался, пошатался, глаз приоткрыл. Ага, надо падать, наверное. Психология, все падают. И мне тоже. Ну да, и мне тоже вроде как. Я же подведу. Я говорю к тому, что люди-то все смотрят. Вот, исцеление произошло, произошло. И потом некоторые выходят, каются там. Я там отдаю столько-то там средств. Я вот такой-то, такой-то был. Вот как у Иоанна Кронштадтского. Вышел отец там, плачет и говорит. Я собственной дочерью жил. Когда вот исповедь была, представляешь? Это нужно было знать. Довести себя до такого покаяния-то. И вот Иоанна Кронштадтского почему и почитают. Ну, он перед тем, как вот это все начал говорить, общую исповедь, он очень много делал для людей. Люди знали его. Он ходил, последнее отдавал всем. У него сколько было священнических денег. Он ходил, все отдавал. Его там подкармливали где-то и так далее. Он ходил без сапог, сапоги отдавал себе. Всю одежду отдавал. В одной рясе ходил с крестом. Все. А потом уже, потом, когда люди узнали, уже стали даже стесняться у него брать. Потому что он все равно все отдаст. И там уже начали друг друга. Ну, хватит выпрашивать у него уже. Ты же просто выпрашиваешь. Но нет у него дары сказать, что ты балблися. Иди работай. А у нас вот Игнатинович, он просто. Кто-то выпрашивает, он такой. Да? А ты поработать не хочешь, детина? И все. И Ангарштадский, он, ну, простой был совершенно. Его обманывал, кто хотел. А потом он стал уже понимать, что к чему. Ну, он дальше-то пошел. И ему деньги начали давать. Он построил трудовые дома. И там люди приходили, которые за деньгами уже к нему. По привычке-то. Дай денег он. Вон трудовой дом. Веди работай. Ну, и что, все ходили? А нет. Нет, еще дом наполнить надо было. Он думал, сейчас как наполню? Не так-то просто. Наполнили потом там. Да? И люди работали там. Работали. Фабрики там были какие-то скорняжные и так далее. То есть нормально? Понял. Так вот, он дошел до этого сколько. А Игнать Игнатьевич уже на всем этом поучившийся. Говорит, не верьте никому, кто не хочет работать. Врут. Я в случае... У нас вот рядом. Вот. И нахо. И не дождешься последнего ответа. Что у тебя? Как? Чему? Одна строчка. Все уже строчка. Чувствую, не строчка одна. Оказывается, великий какой-то подплат, который просто так фикс два ты еще тут сделаешь. Еще можно месяц на нем зависнуть. Вот тебе и все. А тут человек, которого ты вообще не знаешь, пришел. Дай деньгу. И главное, деньгу все просят. Вот американцы, извините, четко сделано. У них поесть. Они сюда это принесли. Поесть. Это... Вот приходи, вот тебе похлебка, суп, хлеб. Даже на слежку могут сделать. Ты не помрешь. Человек раз пришел, любитель такой, проныра. Второй раз пришел, третий раз пришел. Ну, уже привык кушать вовремя. Поспал. А тунеяк кто-то, оно тоже, ну, совестно начинает подтачивать. Глядишь, туда потом люди же приезжают и берут кого-то в труженики. Ну, кто-то действительно там оступился, пил, а теперь уже нет ничего пить и все. И берут работники его. И человек уходит на работу. Или на биржу там становится, чтобы ему давали пособие. Это тоже ты уже готовый. А так вот этих вот всех тунеядцев, особенно это негры любители, ничего не делать. Они под пальмой привыкли там у себя. И у них в генах это вошло, бананы пивать. У меня случай был, звонок в дверь, открываю, цыганка, подайте ради Христа. У меня как-то раз я сразу к холодильнику. Потом, к боковому зрению у меня такая из-под южки, такой, ребеночек такой выныривает, такой круглолицый, розово-щеки, и такой копченый колбасой такая. С аппетитом. А у меня в холодильнике там, ну я не живу, там мышь повесилась. Где бы я, откуда там мышь взялась. Последний мамин бриллиант отдам. Я такой раз, такой остановился. Я говорю, а вы работаете? Да, сейчас. Ага. Она говорит, да нет, меня там никуда не принимают. А почему не принимают-то? Ну вот, как-то вот там документы утеряны. Ну, черно, это у них у всех утеряны. Я говорю, знаете, вот, мне не нужны вам никакие никуда, я прямо сейчас дам вот работу. Говорю, вот помойте, говорю, лестничную площадку, у нас как раз это самое. Я вам заплачу. И пошла такая. Ну и что? А у меня сразу остановилась фраза, в добротеле покажи рассудение. Да, рассудим, действительно ты нуждаешься. Или ты, нету работы, я тебе дам. Не хочешь работать, так скажи. Кто не хочет работать, никогда не скажет. Как поп никогда не признается, что он грешит, не исполняя каноны. Раз, тоже. Ты чего признаешься, что не хочет работать? С братом Владимиром подходим, на Ленинском, так как храм-то называется? Никольский. Никольский. Стоит женщина, побирается, просит милости, я подхожу. Со стаканчиком? Ну. Ну, они там сидят. Они, главное, они туда как на работу ходят, лица-то одинаковые все уже. Я говорю, вы чего не работаете? У меня трое детей, мне некогда работать. Стоит женщина. Решил. У меня один, говорю, и сын, говорю, я на трех работах работаю, а трое его не на одну. Я говорю, как-то маленькое, я должен вас кормить, говорю, еще. Молодые, главное, все лет, сорок всего. Ну, да, я говорю, а что ты стоишь-то, руки-ноги здесь, как, ну, как я работаю на этим, значит, не желаешь. Что-то проще пришел, стоял, выгоднее. И ты заметил, что на первый вопрос они всегда отвечают с охотой, прям подобострастно, такое, так еще вымучено. А потом второй вопрос, когда ты задаешь, а почему? Все, тут они включают полностью свое, вот это вот. Тебя могут так облаять, магнигорюй. И молодежи столько много, видно, что он с похмелья болеет, дай на проезд. Говорю, погода хорошая, иди пешком. Куда тебе, на силикат? Ну, читай, на три дойдешь, говорю. Да кого, а коми, на путями быстрее? На проезд. А ты что ходишь где-то? Что там? Новое чего. А что ты ему дал? Пускай он на занятиях-то присутствует, Сережа. Нет, вы их берите и идите сюда, и здесь их на... Он сейчас смотается хоть, ты ему скажи сейчас, на луну, за евангелями, лишь бы тут не быть. Ты же видишь, его не было тут полчаса, потом пришел, посидел, 15 минут, опять куда-то смылся. Ты же видишь, он отлынивает от Слова Божьего. А что уж делает-то? Порок послушание происходит. Брат, ты вот на послушание. Как спит, я его сейчас будить буду. Сейчас он принесет, и будет спящие принцессы. Ну почему я не спал, когда был такого возраста? Спит еще он. Меня бы куда-то брали взрослые. Так я бы ко всем всегда просился, так они только на одном, на пьянку, на гулянку. Я в частную очередь лег сегодня, и что-то даже не могу спиться. Ты потому что читаешь Слово Божие, про это у тебя не спится. Так, ну что, давай дальше. А ему спится в ледико. Евангелие от Марка 3, 16, 12. В гаджеты играют допоздна, потом спится ему. Что он там? Читал Слово Божие что ли? Игнатиг Игнатик какой-то там забыл вопрос. То есть на средину добродетелей, когда он говорит, выйди на средину, так как всякая добродетель, есть середина, не склоняющаяся ни к недостатку, ни к излишеству. Ну, а Костол Павел говорит, научился жить в изобилии, научился жить. Да, вот теперь понятно. Я теперь вспоминаю слова Алексея Устинова, он говорит, ну в бедности-то вы жили-то понятно, там голытьба, там все это. Вы научите нас жить в изобилии, как? И быть верующим, да? Ну да, 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 и быть верующим. Вот, ну вот, вот, вот это вот. Так и это можно объяснить все. И вот в изобилии, мне кажется, сложнее может быть даже. Вы за... Соблазнов и вот... Игнатиг Игнатик, давайте сходите сюда все, внимательно слушайте в треугах. Такие вопросы проходят. Дело все в том, что тут сразу видишь, что такое научился жить в изобилии. Нужно задать вопрос. Все сразу, о, в изобилии, такие раз, обрадовались. То есть, как бы апостол Павел ехал, 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 плыл, плыл, где-то плыл, плыл, и там голодал, 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 и вдруг, как аленький цветочек, воп, берег, и вот он дворец. И он зашел, да пускай они потом все сделают быстро, Сережа, не курочься их, пожалуйста. И зашел во дворец, и там полное изобилие. Он ходит там, ест три пуза и так далее, и думает, теперь проповедовать не надо. Да не в этом дело. Просто иногда он попадал к людям, которые, вот как Игнат Тихонович, не любят, чтобы его закармливали, подкармливали и так далее. Он не хочет потерять вот этого движения, которое у Давида было. Помнишь, когда его в доспехе одели, перед тем, как Галиова, фу, бить, и его одели в доспехе. И он походил, подвигался и говорит, не могу я в этих доспехах, они мне сковывают движения. И он кинул эти доспехи, и вот он опять пристал, взял камень, как долбанул, хорошо размахнулся, все, ничего ему не надо. Это нам и вся история показывает, что некоторые люди, им не надо доспехи, как рыцарям, они вот свободничком. И он такой же был. И в этом изобилии он тоже умел жить. То есть он благодарил этих людей, я вас благодарю. А тут же сидит, шьет палатку, смотрит ему в глаза. Да зачем ты палатку-то шьешь? У тебя денег столько, мы тебе говорим. Все есть, ты давай только нам рассказывай побольше, гляди, я там привел сенаторов этих. Он сейчас немножко поработаю, я вот, а что вы хотели-то узнать, давайте дальше. И сам шьет, ну ему это интересно, вот так. И он научился жить в изобилии. То есть не отвлекаясь на вот это вот, ну, а человек, который тебе предлагает вот это вот изобилие, у него его полно, у него нету просто примера, как жить-то в бедности, в недостатке. И поэтому он не то, что он хочет тебя там к бесам склонить. Нет, он такой есть. Поэтому Игнат Игнатьич, он так и отказывается от подарков. А все начинают обижаться там на него. Часы этот привез ему, шахматов. Так он шахматов в этом развонялся. Да не взял часы там. Но он не взял ни потому, что ему не надо их, не надо. Подарить другому, и все. А он не понимает это. Тот тоже чисто, я говорю, от всей души там, от чистого сердца там, чистое сердце такое. Не может быть, конечно. Но душа, ладно, пускай он от души решил ему дать. Но он не взял. Вот так вот он и научился. Так и апостол Павел. Сколько можно взял, поел. Ему дали вот такого поросенка жареного. И хлебушка. Он взял хлебушка, поел. Ему говорят, а как же поросенок. Гляди, какой хвост запеченный вкусный. Ну съешь вот хвост. Ну пятак откусить. Он говорит, да не надо, я умею жить в изобилии. Понимаешь? Понимаете меня? Поэтому, когда приходите в чужой дом, по столам не шарьтесь, написано глазами, с какого конца начать. Я заметил, вот стоит чашка вот так вот. Чашка стоит. Вот перед тобой этот край. Этот край твой считается. А вы начинаете с того края, где у человека. Вы как вот это движение, не знаете автомобильное. Это когда поворот идет через трамвайную линию. Центробежная. Ты должен вот так повернуть, а тот вот по дальней дуге идет. Понимаешь? А не перед собой. А вы начинаете не перед собой есть, а туда дальше. И я вот у меня тут перед тобой чашка. Этот сидит, он оттуда раз, я пчик сюда. Посмотрел. А тут ничего не видит. Он видит, что там есть, сколько черпнуть. И черпает. Понимаете? Нет? Это я на примере говорю. Мелкий пример, но... Так и апостол Павел. Он не смотрит там, что-что. Взял кусочек хлеба, поел, водички попил. Так, все, готов на проповедь. Все, больше мне ничего не нужно. Благодарю вас. Сегодня вообще выспался. Там вы мне даже перины подстелили. Перины подстелили, а он спит там где-то. Есть такой фильм «Крокодил Данди». Ну-ка, подожди. Данди, попрозвивший крокодил. Сам этот охотник австралийский на крокодилов, там, ну, на всяких, такой, худой такой, вечно спит на земле. И его привезли в Нью-Йорк показать, что вот он там спас какую-то журналистку. И он там ходит, ему дали такую постель, все там, двухспальню, в такой гостинице приходит, а он там где-то в этом, около унитаза спит, а что такое, журчит, говорит, как ручей. Так что надо, надо, и его за это очень влюбили все, ну, непосредственный человек, все. Начали там это, извини, там негры его остановили, хоба, отдавай кошелек. И такой, и с ножиками, он посмотрел и говорит, а это что такое, а это женщина. Отдавай быстрее кошелек, журналистка, отдавай. Это они сейчас могут порезать, чем, вот этими, вот этими, вот этими вот, да. Он, а если вот такой, хоб достает, он у него вот такой детсак. Ну, они там с этими ходят. Чем против, все, они побежали. А куда они? Ну, ладно, обратно засуну. Ну, то есть в изобилии и в бедность. В бедности понятно, в бедности там у тебя что есть там, кусочек хлеба съел там, или там крошку какую-то, ну, как некоторые люди, на сколько делили, вспомните Брестскую крепость там вот, воду делили, не просто там хлеб, хлеб откуда там был. Вода по сводам скатывалась там, по кирпичным, подставляли тряпицы, чтобы накапывало сколько-нибудь. И поили раненых, по ложечкам раздавая сколько там, вот до какой степени. Научились? Учились жить в этой бедности. А в изобилии? Ну, да, сложно. Сложно себя при этом. Потому что тебя же будут уговаривать. Да что там, ты съел хвостик-то запеченный или пятачок? А тут ушки тоже. А ушки говорят вкусные-вкусные. Еще ушко, вкуси не то. Ой, вкусное. Нет? Молодец. А там дальше-то еще и сам поросенок, а ребрышки-то у него вообще отменные, пареные. Вот это надо уже себя останавливать, понимаешь? Не шаритесь глазами по столу? Не шарятся. Молодцы. И всегда помогайте людям. Всегда людям помогайте. Первым делом, Словом Божьим помогайте. Словом Божьим не помогли, трудом не помогли, все, тунеядцы. Другого не могу сказать. В любое место попали, всегда людям помогайте. У меня Марина поехала, там это театральная деятельность у них, это музейная. И ажная, камень, большие ключи. Восемь часов, короче говоря, уехала туда, и там с ночевой. Давай это. И с ночевой. И приезжает обратно, я говорю, ты там у кого ночуешь? Да знакомый там. Да подожди, пусть скажет. Приезжает. Что ты, они просто так рассказывают? Что ты с меня толкаешься? Да мне успел, ты же тоже рассказываешь. Пусть она замешает. Сейчас успеешь. Да я быстро расскажу, ты больше меня толкаешь. Быстро не умеешь. Приезжает оттуда, короче, привозит масло сливочного, сливки там, молока. Я говорю, откуда все это? Да у людей, которых переночевал, которые знакомые. Ну там им по 45 лет. Ну приблизительно у нашего возраста. Я говорю, из чего это тебе дарили? Да там у них, говорит, это, внуки. Они, говорит, с внуками там нянчутся. Еще у них две коровы, говорит. Там все-все. И они решили там, ну, сделать это. То ли пельмени, то ли голубцы что-то, короче, там делали. Мамки. А, нет, что-то тесто какое-то. А тесто, она хозяйка долго заводит. А Марина же у меня быстрая. Я, что-то раз, они там, Марина зашла и говорит, а что такое? Они, да вот мы тут. Она, давайте я вам тесто заведу. Они такие встали. Как? Ну, заведу тесто. Короче, завела им тесто. А и пока не было, она там что-то это наделала еще всего. Они пришли, все уже готово. Ну, она, Марина, скорая же. А и что, у меня, говорит, заняться нечем. Целый вечер. Уже на столе. И все. И, говорит, когда уезжаю, они мне полную сумку, говорит, достают. Я говорю, да вы что мне делаете? Зачем мне столько? Нет, 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 говорит. Мы это, очень рады, что вы нам помогли. Вот так вот. Понятно? Ничего не делая, совершенно не думая об этом. Трудиться надо везде помогать. Куда приехали, трудитесь. Да не спрашивайте ничего, так дадут. Это я вам не по Булгакову говорю. Это я по Христу. Там есть такой еще персонаж у них, говорит, да, никого не проси, сами дадут. Это как скачок. Просить иногда можно. Нет, у сильных мира сего. У сильных мира сего, да. Кстати, Библия тоже об этом говорит. Не проси ничего у сильного мира сего. Тоже. Так что есть такое. Сначала дадут, а потом начнут. Я даже тебе давал, давай. Потом все, говорит, ты сблюешь. Евангелие от Марка, 3 глава, 6 по 12 стихи. Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, и из Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали, ты сын Божий. Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Толкование. Кто такие были иродиане? Воины иродовы, или какая новая секта, признавшая Ирода за Христа, по той причине, что при нем кончилось преемство иудейских царей. Пророчеством Иакова определялось, что когда он скудеет князья от Иуды, тогда придет Христос. Об этом в 49 книге Петие сказано. Так как во время Ирода никто уже не был князем из Иудеев, но властвовал Идор и на племенник, он был и думеянин, то некоторые приняли его за Христа и составили секту. Сии-то люди и хотели было убить у Господа. Но он уходит, так как еще не настало время страдания, уходит от неблагодарных, вместе и для того, чтобы облагодетельствовать большее число людей. За ним действительно последователи многие, и он исцелял их. Даже теряне и съедоняне получили пользу, несмотря на то, что были и на племеннике. Между тем, иди на племеннике, его угнали его, так что нет пользы в родстве, если нет благонравия. Вот и чужие приходили ко Христу издалека, а Иудеи гнали его, пришедшего к ним. Болезни много содействуют к вразумлению нашему, так что Бог наказывает нас всеми ранами, как отец детей. В переносном смысле, обрати внимание и на то, что Иисуса хотят убить иродиане, эти плотские грубые люди, ирод, значит, кожаные. Напротив, те, кои вышли из домов, из Отечества своего, то есть от плотского образа жизни, те последуют за ним. Почему исцеляются раны их, то есть грехи, уязвляющие совесть, и нечистые духи изгоняются. Вникни, наконец, в то, что Иисус приказывает ученикам своим подать лодку, дабы народ не стеснял его. Иисус есть в нас слово повелевающее, чтобы лодка наша, то есть тело наше, готово было для Него, а не предоставлялось бы бури житейских дел, дабы эти толпы забот о делах не беспокоили живущего в нас Христа. Ну, такое хорошее толкование. Лодка наше, тело, и мы должны ее, Христа, туда пустить, раз заботы вот эти житейские, чтобы не теснили зря Христа. Забот это вот просьба ко Христу, батюшка говорил, когда в книге, в храме такая книга есть, молятся люди каким-то там, Матронушке или что, и пишут, Матронушка, помоги там, делать то-то, то-то, то-то. И он говорит, почитал там из всей книги, может, одна духовная просьба. Ну, плотского все просит. И здесь там толкователь тоже располковывает, чтобы об этом многие теснили, потому что исцелялись. Но помните еще, когда кровоточивая женщина прикоснулась ко Христу, и Христос почувствовал, что благодать изошла из Него? Он говорит, кто прикоснулся к Нему? Что ты спрашиваешь? Столько тебя, представляете, теснит, как на демонстрации. Это мы же идем там, там, там. Ну, нет. Это было именно прикосновение веры. Прикосновение веры, да, с верой. То есть прикоснулся, прикоснулся. Тогда вот и исходит благодать. А если без веры? Мне тоже нравится. Одна женщина прочитала в Евангелии, что скажешь, в горе Ксей перейдет оттуда сюда и будет так. А у нее помидоры никак не могли поспеть, и она помолилась, чтобы гора перешла, чтобы тень не загораживалась, посыпалась, опять эта гора стоит. Ну, я так и знал, что никуда она не перейдет. Ну, зачем тогда молилась? Куча навоза лежала у нее в последнее время. Вот. Да, вот в таких прычах. Вера наша. Не сказано, что гора тут же перейдет. Время не обозначено. Ну, да, написано. Ну, вот, допустим, вот Господь говорит, не я буду судить вас, а слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Ну, по этому слову там вот можно как-то вот и инуди его, это слово, исполнить? Читать? Или читать все-таки надо? Вникать? Читать, вникать, читайте. Вот зачем нам каноны вообще даны? Каноны – это законы, это берега, оберегает нас от всяких бед, исполнять. Там первые каноны идут о том, как нужно, что нужно читать, какие священные писания. Прям в каноне. В каноне написано, что нужно читать. Канон, вот у нас есть заповеди там, вот Евангелие есть, но человеку этого мало. Мы точно пошли по стопам ветких людей. Нам еще нужно каноны, закрепить это все, потом чудеса нужны, потом опять ропщим, ропщим. Не просто ропщим, а так, что ропщим аж на всю вселенную. Там раньше, если немножко там поубивали, там и все, то тут воины такие уже. Видите, крестовые походы. Брат сказал, хотел сказать, крестный ход, крестовые походы, допустим. Началось-то все с того, отвоюем Иерусалиму неверных. Отвоевали, начиная с 1199 года. А в 1204 году взяли и захватили Константинополь. Перебили там жителей, поизнасиловали. Поразобрали там все святыни, оклады были, все. Ну, разграбили полностью город. Восточно христиан. Оно зло выборочно, да не бывает. То есть, даже если ты, ну, допустим, ну я вот что-то исполнил, а что-то может быть и так как-нибудь, а бы как-нибудь, и ничего не получится. В конечном итоге ты все равно придешь на круги свои. И ты всю злобу исполнишь. Допустим, долго держался там, не убивал, или еще там что-нибудь. Вот женщина, а как я убью? Я женщина, за оружие не берусь, аборт. Есть еще. Вот такое дело. И сама не подумаешь, как это придет. Или братья. Да я никогда, не что, поднял руку, ударил, человеком башкой ударился, абордюрина, умер, все, готов. Убийство. В слове Божьем написано даже, если ты ненавидишь брата своего, ты уже человека-убийца. Потому есть женщины, которые не делают аборт, испытывают какую-то неприязнь к человеку. Это уже человека-убийца. Ну, не неприязнь, а ненависть. Великую неприязнь. Неприязнь, это мелко сказано, да. Ненависть. Я обиду, ненависть. Ненависть, она же и подразумевает убийство. То есть ты внутри прям кипишь так, что... Ну, я не знаю, у меня таких чувств нету, поэтому не могу даже сказать. Вот ты сразу на нас. Простите меня. Никак не могу. Все ведро всякий биток на нас. Не знаю вот этого. Вот насчет ненависти нет. У меня там другое есть кое-что, не буду говорить вам. Не надо, не надо. И так сказано. А вот ненависти, чего нет, того нет. Ну-ка я спрошу, кто в России чистил? Чего вы молчите? В смысле хотя бы раз. Карасей чистили вообще. Которые я отдавал вам. В морозилке лежат, люди не чистили. Даже не чистили? Даже это... Я месяц назад дал ведро карасей. Они в морозилке так лежат, их даже не чистили. Вы забили. Научите их жить. Принесите мне, я почищу вам и скормлю вам. Зачем мы с тобой сами сидим? Они мне нужны. Принесите вот это ведро, привезите мне. Они вам не нужны. А, Брак, нельзя так, они тебя прокласят уже. Почему? Надо было хотя бы почистить дети и в морозильник положить. Нельзя, нельзя. Со шкурятиной класть рыбу. Нельзя. Вам что, этого не говорили? Не говорили, не знаю. В следующий раз знайте, что нужно почистить, а потом можно заморозить. Потому что ты потом его сейчас не оскуешь. Там частями доставать, там скотно пожарить. Сейчас будешь рвать полностью. Стараюсь, лови его, это, дурачи, проквасили, что мы знали. Чтобы его хотя бы запечь. У отца спросите, что делает. Ага. Все, вопихали. Хоть бы отцу на закуску отдали, и то не проквасили. А тебе попробуй его почисти, когда разморозишь. Посмотрю на тебя. Переварить только. И что, они даже с кишками? Вы прям с кишками заморозили еще? Ну а с чем? Да нет. Я, наверное, потрошенных на него не думаю. Ну надо было просто... Почистите, приготовьте, принесите на трапезу. Не дождешься. Готовы уже, понимаешь? Уже не дождешься, нет. Какое-то... Готовы, приготовьтесь, есть... А почему вы не готовите-то? Ну я сказал, почему уже. Я же сказал, почему. А чем они питаются? Нету почтительности друг к другу вообще. Я же сказал, вот Фрося, она старше Нестора. Она должна... Они прям братья, сестры. А когда касается дела, простое дело, внимание, покушать. Даже вместе. Она же не только будет ему готовить. Но тут готовишь. Почему Марина так у меня вкусно готовит? Она когда начинает готовить, хоть для кого, она включает душу. Она не может вот так просто порубить, что-то и бросить. Она готовится сразу. Все, ее не трогай. Она начинает... Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. И пошла-пошла-пошла. Все стоит. Вон это мы. Третьякову свадьбу. Сто человек у нас там было. На сто человек. За три дня. Как раскачал, раскачал. Ну, правда, я тут тоже понатаскал. И картошки, там морковки, там свеклы, там всего-всего. Потом раскладывать это все. Говорю, глядю, глядю, глядю. А после этого, Игорь, тебя под каблучником. Ну, я под каблучником. А кто его знает под каблучником? Да, там есть один. Один парень есть, который без каблуков. Да, ты что? Он без каблуков и без башки. Виталя Калинников. Виталя Калинников. Мы с ним друзья. Он даже сам этого еще не знает. Это любовь. Да. Он сильно меня любит. Он приехал, и когда все разошлись, и камеру выключил, подошел такой. Ты для меня вообще никто. И для меня главный Игнатий Тихонович, а остальные, да и ты тоже. Никто. А сзади стоит Вячеслав, слушает его, и потом Вячеслав с ним переговорил. Я смотрю, он такой, шелковый ходит, все слушает. Семенов какой, да? А он его уважает, Вячеслава Семенова. Вячеслава Семенова. Слава, молодец, спасибо. А он такой, да, такой, ну, как вот есть такой, прямой такой, глазами, такой он и есть вообще душой. Надо же, ну, это редко бывает. И так и говорит прямо тоже все. Ну, надо дойти, Вера, Вера должна быть. Рождение свыше. А здесь уже карасей принесли, почистить не могут. Дети, дети. Чем вам заниматься-то? И сразу гаджетом бежать к этим, к игрушкам. Че там в этих игрушках? Там рецепты есть такие, в гаджетах. Нет, гаджетах там есть, я понимаю. Но они их не откроют. Вот в чем дело-то. Надо им сказать, чтобы они откроют. Уже говорили, ты думаешь, не говорили, что ли? Я уже показывал, вот ему показал, он список, вот видишь, исторические. Можно также географию сделать, зоологию прям, все у тебя будет. Открываешь и читаешь. Выбираешь специально прямо из Википедии, отовсюду. Можно видео, какие-то материалы. Там можно такие составлять лекции. По любому вопросу. Но я историю люблю, поэтому я по истории. Они этим вообще не занимаются. Они смотрят гаджеты, толкиена, гоблины, фрунбурбунгоны какие-то там. Ты смотришь его? Ну, конечно, смотрят. Кого ты спрашиваешь? Кого? Гоблинов смотрят. А кого ты смотришь? Как о них звать у тебя? Ну, то, что ты смотришь, гадость эту там, которая у тебя спит. Кого ты там смотрел? Как они называются? Орки там еще? Кто они там у тебя? Фантастика. Ну, что ты в глаза не смотришь? Смотри в глаза, говори. Надо знать, что говоришь. Говори, что за сказку ты смотришь там? Как называется? Блинкрафт. Игра как называется? Весом. Я не смотрю в этих. Ты говори, как то, что там вот эту гадость ты смотришь, все время спишь. Станислав Юрьевич постоянно вас гоняет. Говори, как называется. Ну вы не готовите, все лежите по кроватям, лето, не полите, ничего. И все смотрите вот эту гадость. Что вы смотрите? Ну вот она может что-то и читает, я верю. А ты-то что смотришь? Вот Ваня, он сознается, ему говорит. Как называется там, ты смотрел? Кого? Ну вот эти гобли-убитамаши. Чего вы колокаете? Не знаю. Да ты с ним прям беседуешь, он мне рассказывает об этом. Я просто этого вообще не знаю. Он говорит, я-то читал это. Я знаю, что они там смотрят. А, хоббита что ли? Хоббита, давай, давай, начинай потихоньку. Рожайте, начинайте. Это грех, понимаете, страшно, его не просто так сказать. Хоббита, гомбита и так далее. Хоть бы русские народные сказки просто читали. Вот гляди, русская народная сказка. Вот богатырь потерял принцессу, и куда-то бежит за ней, да? Вот глядите теперь, вот об этом никто не думал. А я начал что-то думать. Начали мне говорить про этих хоббитов, я думаю, русские народные почитали. А потом начал в голове, я думаю, там дурь какая-то. И вы гляди, вот он на коне скачет. И скачет, скачет по дороге, и бац, камень. И на три стороны расходится дорога. А на камне надпись. Прямо пойдешь и коня потеряешь. Налево пойдешь и жизнь потеряешь, смертью найдешь. И туда пойдешь, и что там? Женатым будешь. Ага, сейчас прям женатым. Богатым будешь. Женатый, это он едет же к принцессе. И теперь я задаюсь вопросом. А где другие камни? Что, это камень для богатырей. Ну а если пришел старик старпер, допустим, я подошел. Подошел без коня. Коня у меня нет, я с костылем. И смотрю, коня потеряешь, богатым будешь. Ну мне не надо ничего уже. Мне аршин земли потихонечку пожрать бы просто. А тут еще, куда идти-то? А или просто какая-то еще одна дорога есть. И простая дорога. И пошел, да? То есть у них камни все только для этого богатыря. Понятно? Там у них служба какая-то есть. И он скачет-скачет. А служба? Там это, 29 сентября богатырь подскачет. Дайте направление. Едет. И камень. И он как раз, хоп. И его просительный знак у богатыря. Вот это да. Ехал, ехал за Василисой Алифтиной Прекрасной. А приехал к такому интересному камню. И дальше еще. Гляди, коня потеряешь. Что такое потеряешь коня? Сколько живет конь? Ну 20 лет живет? Да. Как собака где-то приблизительно. Ты так и так его потеряешь. Ты 80 лет будешь, и ты возьмешь жеребенка. И ты умрешь. Конь умрет, а ты еще живой может быть. Понимаешь? Вот конь тебя потеряет. Ну я говорю, а тебе-то, допустим, ты молодой. Чего? Ты и так... И дальше. Смерти найдешь. Смерть найдешь. Так смерть она и так нас найдет. Куда? Чего мы не торопимся никуда? Богатым будешь. Слушай, это самая большая дорога. Вот это. Я думаю. Она должна натоптана быть, как ров. Уж кто богатым не хочет быть, да? Туда, конечно, все натопчут дорогу. У нас странные такие сказки. Есть какой-то в этом. Логика есть, да? Логика есть. Но очень странноватая. Если вот там... Что делать-то кончилось? Нашел он невесту или куда пошел? Коня потерял? Там такое странное, ты даже не поймешь. Там волк еще. Хуже хоббита. Этот волк ему помогает там. Он ему коня-то съел, а потом он на нем и ездил еще. Это вообще непонятно откуда что. Не, ну это хотя бы написано. Ездовой волк. Да, ездовой волк. Это не с хоббит его взяли. Там тоже ездовые волк. Краски потом один произошли, да? Да и потом Калинов мост есть, где Змей Горыныч под Калиновым мостом жил. Деревня там, Калинова. И там мост. Под этим мостом живет дракон трехголовый. И никто не может мимо этого моста пройти. И я тоже вопросом задаюсь. Тоже не прошел свои... Зачем этому Змею Горынычу этот мост в этой деревне? Я понимаю, там Киев, Стольный Град, и там мост, и там кто-то берет, да? Вот у нас такие сказки, да, непонятные, да? И дальше. И никто из людей-то не может перейти, и там они просят богатыря, там Добрыни и Кич. Побей ты этого змея, прикинь, какого-то мужика, перейди там сразись с каким-то таким гадом, потому что мы не можем мост перейти там, яблок пособирать и так далее. Ребятушки, вы засучите брюки и перейдите вот эту реку в любом месте-то, и идите там, собирайте там лес-то большой, он же не вот такой, около моста только. Если на то пошло, это что такой мужик будет за вас там биться? Но он идет и бьется. И бьется там так, что бьется, побил одного дракона, а там второй на шести головах, потом третий, а девяти. И все, казалось бы, уже. Да нет, мама драконов пришла еще, так и написано, мать драконов. Вот откуда это сказать? У нее двенадцать оказалось, да, и еще огнем пышет. Не, ну это, понимаете, мы с вами рассказываем конкретные прям русские народные сказки. Тут что-то можно о чем-то еще. Причем здесь хоббиты вот эти. Там вообще ничего нету, которое приземленно было даже к нам. Хобби, властелин и колец какие-то. Еще Гарри Поттера какого-нибудь. Да я смотрел, для чего я смотрел-то, чтобы понять, чего они там смотрят это. А то, что фильмы сняты великолепно, это ладно, они ничего, там столько денег положили. Но смысл-то нету никакого. Я понимаю, там этот нашел Андрей Кураев, что этот хоббит идет с кольцом, это Иисус Христос. Эй, Кураев, тебе на шею этого хоббита повесить и ходи с ним. Евангелие от Марка, 3 глава, 13-19. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. И чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, навекшее имя ему Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова. Навекшие им имена Ванергес, то есть сыны Громова. Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фадея, Симона, Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Ванергес, у тебя там энергия какая-то? Ванергес. Буква Е. Ну, что энергия какая-то была. Ну, я понял. Ванергес и буква Е. Восходит, толкование, восходит на гору для того, чтобы помолиться. Так как перед Сим творил чудеса, то после совершения чудес молится. Конечно же, в урок нам, чтобы мы благодарили Бога, как скоро сделаем что-либо доброе и приписывали то силе Божией. Или так как Господь намеревался рукоположить апостолов, то по этому случаю восходит на гору для молитвы в наставление наше, что и нам. Когда намереваемся рукоположить кого, сначала должно молиться, чтобы открыт был нам, достойный того, и чтобы мы не приобщались с чужим грехом. 1 Тимофея 5.22, там говорится, поспешно же ни на кого не возлагая рук, чтобы тебе не стать участником в его грехах. То есть, следовать нужно человека, узнать поближе. Пожить с ним, как говорится. Чтобы новоначальник не елвали и епископами, написано. Дабы не подвергся той же участи, что и сатана, впавший в гордость. Да. А что и Иуду избирает в апостола, то отсюда мы должны понять, что Бог не отращается человека, имеющего делать зло, из-за будущего его злого дела. Но что за настоящий его добродетельств подавляет его чести. Хотя бы он впоследствии сделался худым человеком. Евангелист перечисляет имена апостолов по поводу лжеапостолов, дабы знали истинных апостолов. Сынами Громовыми называет Зеведея, как особенно великих проповедников и богословов. Громахали, так скажем. Сыны Громовы. Особенно великие проповедники. Гремели. Громыхали, что-то похоже на телевизор. Да, гремели. Так, ну вот, у меня на что обратилось внимание. То есть, он избирает Иуду, Христос. Он же Бог Всеведущий. Он ничего не знал, что он его предаст, что ли, зачем его избирать такого. И сразу же Иакова возлюбил и Савва возненавидел. То есть, он уже знал будущее. То есть, Господь это на сердце видит. Однако, в свое время Иуда когда-то оказывал добродетели. Поэтому Господь его избрал. Тогдашнего Иуду еще он не был предателем. Еще сумку на него не повесили. Деньги собирать ему назначили. Дьявол ему не внушил эту мысль приворовывать из этой сумки. Вот. Тогда вот... И мы можем быть избраны Богом. Родиться свыше. И потерпеть кораблекрушение в вере. Почему? Потому что написано. Мы должны хранить себя. Сами себя хранить. Бодрствовать. Умолитву. Благодарить Бога. Друг за другом подглядывать. Не за грехами подглядывать. А приглядывать, чтобы ближний нас не согрешил. То есть, вот этим-то и является забота, любовь. Что такое епископ? Вот надзиратель. Он приглядывает, чтобы мы куда-нибудь в ересь какую-то не склонились. Они не начитались блеотин. И всяких этих мультиков. Голбанутых. Насмотрели. А? Мультик. Мультик. Мультик хороший. Да, это все непонятно, для чего хороший. Удобный. Есть хорошие мультики. Это вот «Принц Египта». Вообще здорово поставлен. Невероятно. Про сказки ты говоришь, что сказка ложь. Давний намек, добрым голосом урок. Всякая ложь от дьявола. Но даже из вот этой вот кучи лжи можно доброе что-то взять. Добрый голос. Ложь, выдумка, выдумка. Кто-то выдумал эту сказку. Да, выдумка. Дело все в том, что, заметьте, ни в одной сказке нету упоминания Всевышнего. Творца вообще не существует. Такое фрешненькое это в язычество создавалось, хотя на самом деле не в язычество. То есть придумывали люди, которые вообще не веровали в Бога. Нету там, Господь никак не участвует. Ну, они, значит, не душеспособительные. Это просто провождение времени. Это все равно, что вот эту сказку прочитать, что в компьютерную игру проиграть такое время убить. Ну, там есть вот общий намек, видишь, добрым голосом. Допустим, вот был не так, не сяко, третий в общем был дурак. А потом, оказывается, дурак, да не совсем дурак, он отца любил. Поэтому ему дано было сделать доброе отцу. Ну, а потом там что, властвовал и жили счастлив до конца дня. То есть тут смысл-то как бы надо. Смысл-то этих сказок, они чему, они чему-то доброму. Доброму не учат, да. Уроки какие нужно извлекать? Учат, например, дружбе какой-то между сверстниками. Защити там ближнего. Все равно это учат, не так, как у нас в Евангелии написано. Все равно это в сказках можно, это урок принять. Ну, можно, можно, там есть такое что. Но если взять сказки наши еврейские, Ветхого Завета, сказания, то там столько всего. И главное, все это относится к действительности. Все это было, люди это прошли. Если ты этим примером воспользуешься, то спасешься. Спасешься, тебя Бог спасет, даст силы. Вот мысль-то какая. Кто-то из юмористов подметил. Русские народные сказки. Русские, чему мы отличаемся русские? По щучьему велению, по моему хотению, чтобы раз, или от Эмиля лежал, все на печи не работал, то не ясно. Все, если попом, там ближний, колубой каемочкой. Брат, я тебе хочу сказать, я читал и китайские, и корейские. Везде такие персонажи есть, как ни странно. Да, там кто-то помогает. Вот прям раз, и что-то ему есть. Вот немецкие сказки, если Холодное сердце, кто читал по-настоящему? Читал, кто Холодное сердце по-настоящему только? Читала. Когда? Ну, в школе еще подоучилась, но читала так много. Чем там заканчивается? Тем, что этот человек, скажем так, как я не помню, как его звали. Ганс. Да, Ганс, что у него лился сын, и он попросил этого, как сказать, грёстного стать этого лесного человечка. Да. Ну, короче говоря, там, когда читаешь, там, вот там у них, там у них присутствует, там есть и Господь у них, там, как-то все это подруга. Но у них там такая глубина, такая нравственность. У нас это только намеками. Но я думаю, это может быть потому, что все-таки эти сказки у них создавались где-то в 18-й год, век 19-й. А у нас-то это вообще до исторических времен. Непонятно когда. Про Добрыню Никитичицы, где он со змеем воевал. И вот Калинах мост. Вообще никто не знает, какого века эти сказки. Не знаю, когда кто последний раз читал их. Почитайте вот сейчас, ну, ради интереса, и вы поймёте меня, о чём я говорю. Иван Глядмарка, 3-я глава, 20-го по 22-й стихи. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вейельзивула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя». Вот оно, начало повествования, потом будет «Охвалена Духа Святого», как говорится после этого. Вот, что такое. Что на Христа, на Святого говорили, что он бес. Блин, бес. То есть, чёрто называют Богом, а Бога чёрто, вроде бы говорят. Чёрное белым, белое чёрным. «Вышли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, то есть, что имеет беса. Так как они слышали, что он изгоняет бесов и исцеляет болезни, то по зависти думали, что он имеет беса, почему и хотели взять его, чтобы связать, как беснующегося. Так думали и хотели поступить с ним и ближние его. Подобно и иерусалимские книжники говорили, что он имеет в себе беса. Так как они не могли отвергать совершившихся перед ним чудес, то обносят их другим способом, производя их от бесов». Я тут немножко коснулся чистоты православия. И вот о катарах посмотрел небольшой фильм. В южных областях Франции в конце X века, в 1080-70-е годы, течение пошло в христианстве у нас, ну, в католичестве. А, ну тогда ещё было вообще, наверное, христианство. Только-только разъединились. Может, ещё не успели. Катары их назвали. Катары. Чистые. В общем, они были против чистилища. Там же сразу пошли вот эти католические чистилища. И против войны. Они были чистые пацифисты. И чтобы священство было как братство. Священники были в таких же одеждах, как и миряне. То есть, отличались только кресты. Кристы были, и всё. Причащались они. Всё у них было самое простое. Не было ни золота, ничего. То есть, вот такое было. Причём, этому, приверженцы этого были даже богатые люди. Графы там всякие такие и так далее. Кто там у них был. И вот они где-то лет 50 существовали. И довольно благополучно. И весь юг Франции был. Катары были. Ну, там что-то сотни тысяч человек с детьми, женщинами. И папа римский пошёл войной на них. Собрал 20 тысяч головорезов специально. Отпустил там заранее все грехи и пустил их в эти области. 40 лет их вырезали. Они ни одного человека не убили. Ну, просто прятались и всё. Их постепенно ловили, ловили. Обязательно, когда поймают, то пытали. А там, независимо от того, что ты сказал. И потом сжигали на кострах. Вот как боролись с истинной верой. Ничего не жарили для этого. Мы сейчас просто в необыкновенных условиях находимся. И это люди были настоящие бесы для папы. Потому что они ни в швине кланялись, ни в индульгенции и так далее. Ничего не признавали. Всё это. Жили спокойно, мирно все. Трудились. Но этого не надо было. Надо, чтобы обязательно ты был под властью. Или религиозной властью. Одурманенной. Или мирской. Сейчас у нас просто необыкновенная свобода. Какой никогда нигде не было. В России. До сих пор ещё свобода. Сейчас пытаются как-то обложить. Но всё равно свободны мы. Наша община прям попала как-то в щель в какую-то. Между двумя огромными глыбами. Вот они двигались, двигались. И вдруг остановилось время. Господь сказал, что всё не двигаться. И две эти платформы замерли. Многотонные. Мегатонные. И между ними попали мы как песчинки. И они раздавить нас не могут. Господь силой сдерживает. Представляете? И мы держимся. Мы можем спокойно сказать, что мы не с московской патриархией, не католики, не баптисты. А кто? Просто православная зарубежная церковь. И там нас говорят, что да нет, нас уже нету в списках. И здесь тоже в списках не значатся. И мы находимся. Необыкновенная. Мы очень похожи на тех, которые старообрядцы, которые в 1666 году не пошли в обрядчество, не стали перстно креститься. Остались со своими священниками. И пока священники не вымерли, у них было священство. И вот своя церковь именно древне-русско-православная. Мы такие единственные. Я хочу сказать, что все, кто здесь находится сейчас, или немножко недоразвитые головой, или чересчур развитые. Ну, я просто по-другому сказать не могу. Иначе, какой смысл? Вот там же везде много священства, идите. А я был маленький еще, помню. 9 лет мне было, или 8. И в Бийске был, и там вот такие вот очень красивые купола. И помню там это, кто-то говорит, а мне бабушка говорила, что будут тут купола такие вот сияющие, а нельзя будет в церковь ходить. Я маленький-то запоминаю, думаю, что такое говорят, о чем они ходить куда-то, не ходить. И сейчас еще, и сейчас об этом говорят люди. А я был маленький, мне бабушка говорила, что будут везде купола, а ходить нельзя будет. Слышал это уже? Да, что вы там говорили. Ну, я знаю, что очень многие это слышали. А оно сейчас все к тому-то и идет. А я был маленький, и слышал, что в 2000 году война будет. Пророчество такое, все говорят, 2000 год, ну, как бы цифра круглая, война. А, ну, так круглая. Я так посчитал, 2000 это мне будет, до года 33 я буду такой прям, это вот хорошо, война, буду воевать, такой патриот такой, я думаю, что на фронт рвались раньше. Ну, да, да, да. Это считалось героизмом. Мы сейчас христианиками понимаем, что убийство это греш. И обманным путем-то нас ложным, вот этим мучением, мучением и патриотизм, родину надо защищать. Ну, конечно, надо ее защищать, но как, это же родина, она же нас родила, она же наша мать. И как ты, почитая от своей мать, которая начинает. Меня фашистом там назвали, когда я лежал. Как тебя не убили-то? Ну, ты за Гитлера? Ты, говорит, я против, ну, я сказал, что Сталин палач. Так ты за Гитлера? Ты хочешь, чтоб Гитлер пришел? Я говорю, Гитлер, так это, говорю, вещая, да, хуже, чем Сталин еще. Ну, они друг друга, говорю, стоят, я просто не могу выбрать точно, кто хуже. Батюшка, ну, не одинаковая. Ну, что тут, гад, что это, гад. В же время, если он здесь был. Вот я у меня, я у меня, я у тебя, я у тебя, я у тебя, вот я там родилась, в Гастилимске, где-то, 3 года меня увезли. Я думаю, какая там она мне родина-то, я даже не помню, не знаю. Где там дела? В Гастилимске. Это что это, где? Это Байкал. Я не знаю, где это, Иркутская область. Это Байкал, там капитально. Очень холодно, так же, как, нет, холоднее, чем здесь. Холодно, как в Красноярском крае. Там от Байкала дует, мама не горюет. Мама рассказывала, как она меня там таскала, 45 градусов на розы, и все матала. В 5 шали, говорит, намотаешь, какой-то клубочек. В Усть-Илимске закончился Великий Сибирский поход. Он шел от Барнаула и до Усть-Илимска. Около 70 тысяч человек казаков, там, ну, белое его движение, с конца декабря 2019 года по марта 2020 вышли, обойдя большевиков по Байкалу. Они по Ангаре шли, здесь вот от Барнаула начали, высадились и пошли. И чего они шли-то? Что это такое? Ну, шли, большевики заняли железные дороги, захватили Колчака в этот момент. А, вот. Это Колчак же как раз отступал, а не за ним. А чехи придали, захватили Колчака и передали Красноярскому губчака. И они его там расстреляли. А войска-то его с капельным во главе, капель генерал такой был. Они проходили, капель умер около Байкала. По Ангаре там, вот, и Усть-Илимск вышли там. Потом дальше до Читы доехали и ушли в Монголию. Спаслись. Это называется Великий Сибирский поход. О нем никто не знает. Если бы победили белые, то это было бы записано так же, как Каховка в свое время. Или Перекоп большевики. А эти-то, белогвардейцы для них были врагами. Сейчас только страница открывается, что и с той стороны были русские, и с этой стороны русские. И подвиги и те делали, и эти тоже подвиги делали. Белогвардейцы и красноярницы. Да. Такая все русские были, и те тоже, казаки-то тоже были. Ребята смелые. Не менее смелые, просто их меньше было. Казаки, казаки-то наши, казаки. У Людмилы Степаны сидят День Ангела. Это единственный день Людмилы в городе. Мы сейчас будем молиться, давайте пропоем. Ну и конечно, а еще у кого что-нибудь есть? Кому-то спеть еще? Люда Янчук у нас еще. Нет, Люда Янчук еще. Матушка Люда, вот, 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 все родные. А у батюшка знает, что у матушки, и вот я. Давайте вспомним всех, брат Матюшка. Ну я, дочка Семеновская. Вот, Людмилы. Достойно есть Якова истину, блажитель Тя Богородицу, Пресоглаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафиль, Без искления Бога, Слово Росшую, Сущую Богородицу Тя вечерин. Господь и Бог наш, благодарим Тебя за эту возможность собираться и преклоняться к молям Твоим, к Слову Твоему, Святому. Дай нам все услышанное здесь запомнить, растворить это верою. Пошли на нашем пути людей, которые так же, как и мы, жаждали бы слышать слов пою. И наполни наши уста благовестием. Распусти нас миром Тебе же. Слава Отцу и Сыне, Святому Богу, Людей, Сударь и Великой Веков. Аминь.